Всем привет, друзья, с вами Коржик, это игра Русская Рыбалка 4, и да, я знаю, я вас уже надоел с этими разными экспериментами по поводу леща, но, друзья, потерпите, еще буквально 2 эксперимента и все, я закончу, буду делать аккаунт маховика. Значит, смотрите, друзья, что мы будем сегодня с вами проверять. Под прошлым видео, там, где я кормился чисто шариками без кормушки, много людей писало мне, типа, мол, чувак, ты делаешь херню, ты кидаешь 30 порций, а этого делать не нужно. Типа, мол, сами разработчики писали, что достаточно всего лишь 10 порций, и этого будет достаточно. Я, я реально не верю в это, и, как бы, ну, а вдруг, чем черт не шутит, как бы, чем, чем черт не шутит, давайте сегодня с вами это проверим. Значит, как мы будем это проверять? Как вы видели, я только что зашел в игру, то есть я нигде ничего не закармливал дополнительно, и сразу же, как по старинке, сразу я спот буквально здесь вот оставлю, и все, и пойду на точку. Значит, где я буду ловить? Я не знаю, честно, не знаю, но я решил, наверное, на 31.57 пойду. Вроде сегодня ребята говорили, там, клев до сих пор хороший, поэтому, по-любому, нам будет с чем, ну, как это говорится, с чем сравнить. То есть здесь клев хороший, если я по-нормальному, по-человечески ловил бы, то килограмм 100 бы, по-любому, насобирал бы. Сколько сегодня будет, я не знаю. Я сейчас создам турик быстренько, чтобы, может быть, кто-нибудь зашел, чтобы мы посмотрели, короче, с вами, получается, как его зовут? Сумарку, короче. Так, пароль сделаем, 1, 2, 3. Создадим, и ребятам напишем, чтобы они присоединялись, короче. Зайдите 1 человек на астрог. Плиз. Вот, мы увидим с вами сумарку. Значит, что мы будем делать? Значит, достаем наши палки. Девятая здесь клипса. Девятая, как мы помним. Заброс на вот ту проплешину, получается. Вот, вот, вот на тут берег. Так, первую палку поставили. Здесь девятая клипса тоже поставили. Третью клипсу, третью палку тоже поставили. Значит, смотрите, друзья, в комментариях часто писали мне люди, типа, мол, 30 порций это много, типа, ты перекормишь. Во-первых, перекормить невозможно. Я еще на начале своей ютуберской карьеры это проверял. Я закинул 600 порций, и турик я выиграл. Это, так, спасибо, Денчик. Вот. Ага, готов, нажми только. А, все, спасибо. Вот. Перекормить невозможно. Но и я не верю, что можно десятью порциями закормиться так, чтобы можно было отловиться и выиграть турик, например, или поформить. Во-первых, почему? Если мы будем кормиться сподом, чуть-чуть мы промажем, все. Все наши будут, получается, крючки лететь неправильно. Они будут лететь или влево, или вправо, или хер пойми куда. Вот, поэтому я решил сегодня, если все-таки это и работает, то нужно проверить так, чтобы у нас получилось закормить, какую-то площадь. И, значит, я выбираю, это наш прикорм. Смотрим, вот мой прикорм. Это нормальный человеческий прикорм. Вчера я тестировал какой-то странный, непонятный, с червяками какими-то. Вот, берем в руки. Нет, мы в руки не берем. Мы берем рогатку. Чем-то мы руками будем забрасываться, правильно? Берем рогатку и сюда вставляем наш острый чеснок. Вот. Десятая клипса здесь минимальная, поэтому придется немножко отойти. Примерно вот так вот, я думаю. Да. Ну, вот так вот. И закормимся, получается, на девятой клипсе. То есть, если мы кинули бы одну ракету, вдруг мы промазали бы все. То есть, у нас ограничение на 10 ракет. У нас должен быть сегодня чистый эксперимент. Это нужно узнать 10 порций. Смогут ли нас выручить или нет? Значит, сейчас я делаю все без клеек, чтобы никто ничего не подумал. Сейчас я быстренько до 18.00 промотаю время. Закормимся и все. А потом встретимся уже с вами утром. Мотаю. Значит, хочу сказать свое мнение по поводу того, этих 10 порций. Даже если это работает, это не будет работать с подом. Почему? Например, вот смотрите. Я вам покажу сейчас, например, на черном экране. Например, нам нужно кидать в монетку. Например, мы будем целиться палками в монетку. Вот эту вот. Но если вдруг мы с под кинем на 15-й клипсе, он полетит и упадет вот сюда. Он закормит, получается, вот такую вот часть. То есть, например, правая палка уже не будет кормиться нормально. Я 30 порций кидаю для чего? Чтобы, например, мы промазали, да? Закормилась я здесь. Мы промазали, закормилась я здесь справа. Мы попали, закормили ровно пятно. Потом мы палками кидаем туда попали, туда попали, туда попали. И мы всегда будем попадать в закормишное пятно. Если мы будем ограничены всего лишь 10 порциями, даже если у нас будет 2 ракеты и 5 порционки, ну, не знаю, если 5 порционки, еще более-менее, в принципе, может быть, это будет работать. Ну, блин, не знаю, короче. Я говорю то, что нужно закармливать площадь. Для этого используется большое количество прикорма. 10 порциями. Мы промазали, все. Это не будет работать. Единственное, что да, вот шариками, возможно, у нас все получится. Смотрите, так, все. Десятая эклипса стоит у меня. Девятая, вернее. Подожди. Да. Нет, подожди. Да, все правильно. Мне нужно отойти назад, потому что у меня максимум, минимум, десятая, десятая эклипса. Все, я целюсь все в проплешину. 10 порций кидаем. Так, раз. Вот оно уже промазало куда-то. Нужно упреждение брать. 2, 3, 4, 5, 6. Ой, господи. 7, 8, 9, 10. Да ну это хрень какая-то, блин. 10 порций. Я закормил, просто не пойми, что, блин. Там полетело куда-то, туда полетело куда-то, блин. Этого мало. Нужно долбить именно 30 порциями. Сейчас, уже зашли. Я не знаю. Вот поэтому я же говорю, даже если 10 порций работает на одной точке. Но 30 ракет, но этого мало. Для того, чтобы закормить площадь именно. Я не знаю, что сейчас будет, короче. Все, друзья. Я включаю это ускоренное время. Отлавливайся. Встретимся с вами уже в 8 утра. Вот. Все. Я погнал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше сейчас я быстро глянусь, сколько у меня под скриншотом. Короче, получается. Вчерашний скрин на этой точке. Так. 475 монет. Но это со сподом. Я был и тут трофей был, короче. Примерно здесь вышло бы, примерно, без трофея, около 400 монет. Давайте посмотрим, сколько здесь у меня вышло. 400 монет примерно вышло у меня бы, наверное, бы. Если бы я бы сподом кормил бы. Вот. Ну, сейчас посмотрим, сколько у меня вышло здесь. Не знаю. Мне кажется, монет 350 минимум выйдет. Сто пудово. Ну, не знаю. Хрен его знает. Сейчас посмотрим. 340 монет. 340 монет с шариками. Я не понимаю, как это работает. Но реально практически то же самое. То есть, что я имею ввиду. 400 монет со сподом у меня было. 340 монет у меня вышло без спода. 10 шариков. Господи, как это работает. 10 шариков мне принесло 350 монет. И 87 килограмм леща. 87. 10 шариков. У меня слов нету. Я в шоке. Реально. Я думал, может быть, килограмм 40 будет максимум. Потому что я не верил в то, что 10 шариков могут закормить мне площадку, чтобы я выформил 350 монет. 350 монет со сподом 400 было бы. Но это было бы 3 дня назад. Я хрен его знает. Я не понимаю. Я худею просто. Я худею нахрен. Я худею. Я не верю в это просто. Реально. Как это возможно? 10 шариков хватило мне. Я худею. Друзья, смотрите, что бы я делал бы. Если, смотрите, клипса маленькая. Клипса маленькая, да? Как вот здесь вот на 3157. На 35-58 бы я бы просто бы спод бы использовал бы. Смотрите. Я бы взял бы просто, смотрите. Где там мой спод валяется? Надеюсь, его никто еще не своровал. А, вот она. Смотрите. Я бы взял бы вот такую вот ракету. Пяти порционку. Пяти порционку. И просто бы кинул бы раз. Типа. И чуть-чуть правее, например. Два типа. И туда бы палками забрасывал бы. Это дичайшая просто экономия. Просто конченая. Конченая экономия. Просто жесть какая-то. Где оснастка моя? Оснастка так. Кормушки. Прикормочные ракеты. Интересно, есть меньше порции? 5, 5, 7, 7. Не, не ма. Только 5 есть. Короче, друзья. Или две ракеты по 5 порций. Или 10 шариков с рогатки. Просто в разброс как бы делаете. Вот так вот. Туту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, 87 было бы. Потому что, я же говорю, я тупанул. Я на час позже стартанул. Я просто, просто реально в шоке. Друзья, делайте выводы сами. Я бы сказал примерно. Ну, вот как бы я закармливался, если бы я экономил бы. Вот. Если кормите 15-ю клипсу, например бы. Я бы один хер кидал бы 30 порций. Потому что площадь должна быть более-менее такая вот широкая. Все. Я пошел, короче, спать. Я манал. Я не знаю. Делайте выводы сами. До свидания. Надеюсь, был полезен.